Добрый день! Сегодня в Казанский федеральный университет с официальным визитом прибыла Рагузина Татьяна Николаевна, исполнительный вице-президент Американской торговой палаты в России. Буквально 10 минут назад закончилась ее открытая публичная лекция перед студентами на тему истории и становления Американской торговой палаты в России, но сейчас наш уважаемый гость согласился ответить на несколько вопросов в рамках программы «Экономикс». Татьяна Николаевна, добрый день! Рада приветствовать вас в нашем университете! Добрый день! Спасибо за приглашение! Хотелось бы начать с вопроса касательно лекции. Вы рассказали о сущности развития Американской торговой палаты в России начиная с 1991 года. Какие этапы восстановления Американской торговой палаты можно выделить и какие факторы современной истории стали оказывать влияние на деятельность развития Американской торговой палаты в последнее время? Проделала огромный путь. Основатели палаты это группа компаний, где-то их 15, наверное, было. Затем был такой высокий пик, когда нас было 850, но сейчас где-то чуть менее 600. И это в плане численности компаний. У нас только корпоративные члены, у нас нет индивидуального членства. То есть вот это развитие численности членов палаты еще также и говорит о том, насколько бурно приходили на российский рынок американские компании. Мы позиционировали с самого начала, мы себя позиционировали как партнера российского правительства в деле создания благоприятного делового климата в стране. Все понимали, что Россия огромная страна обладает прекрасным, большим, огромным потенциалом. И солнцем России хватит всем. И иностранному бизнесу, и, естественно, российскому бизнесу. И потенциал далеко не исчерпан, и еще, в общем-то, и не видно конца. Поэтому развитие будет продолжаться и продолжаться и продолжаться. Американская торговая палата отражает интересы инвесторов и бизнеса. Есть ли влияние политических структур и курса внешней политики стран на деловые отношения между странами? Либо бизнес и политика — это две невзаимосвязанные вещи между собой? Вы знаете, и да и нет. Безусловно, политический курс страны оказывает влияние на деловой климат. Политический курс страны всегда учитывается как потенциальный риск бизнесменами, особенно теми, кто еще не присутствует в стране. Поэтому если политический курс бизнес нестабилен, если обстановка политическая тревожная, естественно, бизнес несколько раз подумает, прийти ему в эту страну или нет. Что касается России, между прочим, как бы вопреки официальной западной точки зрения относительно политического истеблишмента в России, западные бизнесмены говорили, нам всем нравится, потому что в России все стабильно. Мы знаем, кто там руководитель, мы знаем, кто там будет управлять страной, каким будет правительство. Для бизнеса очень важна стабильность. Главное, ребята, не меняйте правила игры. Если у вас так все устроено, отлично. Вы, главное, не меняйте вот то, что есть, а мы приспособимся. Вот это основная позиция бизнеса. Самый большой риск для бизнеса – это нестабильность. Бизнес работает с любым режимом, с любым правительством практически в любой стране мира. Главное, им надо быть уверенным, что завтра не будет революции, завтра не сменится курс, не изменятся приоритеты и не начнется хаос. Вот это основное положение, основной риск, которого пытается бизнес избежать и которого он боится. Если мы говорим о влиянии все-таки политическом на бизнес, то как сказались события за последние два года между странами на деловых отношениях между бизнесами двух стран? Вы имеете в виду российско-американские отношения и вы имеете в виду тот санкционный режим, который был введен после известных событий в Крыму, на Украине и так далее. Безусловно, он сильно повлиял на оценку рисков западными компаниями. Он сильно повлиял на развитие российского бизнеса. Особенно, вы знаете, самым большим ударом было ограничение доступа к финансированию. Вот практически финансовые потоки западные иссякли, они закрыты практически. Вот поэтому российские компании, которые являются партнерами для американских компаний, они испытывают большие трудности и они перестали или стали значительно меньше покупать американского оборудования. Они сокращают свои программы. Поэтому, естественно, американский бизнес страдает. Он ведь или торгует или производит вместе с российским бизнесом, или американский бизнес что-то предоставляет или продает на государственных торгах российскому правительству. Везде произошло сокращение программ. Плюс девальвация рубля. Вот это еще повлияло сильно на российский бизнес на импорт. То есть все импортное стало значительно дороже. Плюс падение нефтяных цен. То есть, в принципе, вот эти три больших удара, они все произошли в одно и то же время. И, так сказать, российская экономика достойно выдержала этот удар, надо сказать. Потому что все боялись худшего. Самое худшее не произошло. И, ну, сейчас мы надеемся на восстановление. Хотя бы вот на заморозку всего того, что происходит вот на этом же уровне. И затем, мы думаем, медленное, но восстановление отношений. По крайней мере, мы этого очень хотим. Мы об этом говорим постоянно представителям американского правительства, с которыми мы часто встречаемся. Мы об этом говорим представителям американского посольства, с которым тоже мы часто встречаемся. Они постоянно приходят в наши мероприятия. А вот в начале мая мы едем в Вашингтон, опять-таки, для встреч с американской администрацией, с членами правительства, Министерство торговли, Министерство финансов, Государственный департамент, Конгресс Соединенных Штатов. Мы это делаем постоянно для того, чтобы там услышали мнение американского бизнеса о российском рынке. Мы не едем с целью проведения каких-то политических дискуссий, что плохо, а что хорошо. Мы хотим просто дать объективную оценку российского рынка. Она очень высоко оценивается американским бизнесом. Американский бизнес продолжает оставаться на российском рынке и уходить не собирается, но ему сложно в связи со всеми этими ограничениями. Следующий вопрос касается делового климата в России. Как бы Вы его охарактеризовали, с какими проблемами и ограничениями сейчас сталкивается иностранный бизнес в России? Инвестиционный климат России. Ну, вы знаете, в принципе, то, что есть, вся законодательная база, которая существует в России, она достаточна для успешного развития компаний. Само законодательство российское оценивается компаниями довольно-таки высоко. Оно качественное. Сбои происходят при исполнении законов. Вот. Ну, здесь мы... Здесь помогает палата, и компании к нам обращаются, и мы работаем над каждым конкретным случаем уже с российским правительством. Хочу сказать, что нам всегда помогают. От нас никогда не отворачиваются. Наоборот, они ценят наш отзыв. Допустим, если какой-то закон дает сбой, плохо срабатывает, мы моментально анализируем ситуацию, вот на примере какой-то конкретной компании, и даем рекомендации по тому, как исправить какое-либо законодательство. И все это предоставляем российскому правительству, который, в общем-то, рассматривает наши предложения, и очень часто они с ними соглашаются. И, кроме того, мы постоянно координируем свою позицию с российскими деловыми ассоциациями, для того, чтобы мы не шли в разрез с их интересами. Для нас это очень важно, потому что мы считаем, что деловой климат, он не должен делать различий между национальностью компаний, он должен быть одинаковым для российских, американских, не знаю, йеменских, английских, любых компаний, китайских. А дальше уже, ребята, соревнуйтесь. Ну, американцы привыкли, да, к конкуренции, они ее не боятся. Поэтому вот наше основное пожелание, пожалуйста, если вот инвестиционное поле, да, улучшайте, но не меняйте что-то радикальное. Бизнес только-только приспособится к каким-то условиям, и вдруг вот кто-то захочет сделать как лучше, и резко меняются условия, и это как бы очень может влиять на планы компании. Потому что компании рассчитывают свои планы на 3-5 лет вперед, им бывает сложно при таких резких изменениях. Совсем недавно вы были участником переговоров между Американской торговой палатой, правительством Воронежской области и Торгово-промышленной палатой региона. Это событие хоть и входит в задачи в повседневную деятельность Американской торговой палаты, все-таки можем ли мы говорить, что иностранный бизнес будет искать интересные возможности именно в регионах, которые обладают конкурентным преимуществом в какой-либо отрасли. То есть можно ли назвать регионы точками роста деловых отношений между бизнесами? Безусловно. В принципе, именно регионы и являются объектом инвестиций для американских компаний. Именно регионы и являются точками роста. То есть в Москве заводов не построишь, там практически, там можно иметь свое представительство. Но тем не менее, вы знаете, даже некоторые компании даже уже перестали в Москве открывать свои представительства, идут прямо в регион. Допустим, Guardian Glass, компания, они пошли прямо в регион, они сейчас уже в нескольких регионах, они строят свои заводы, они говорят, зачем нам тратить деньги на представительство в Москве, мы себя прекрасно чувствуем в регионах. и именно регионы точки роста. Мы очень рады, что регионы стали конкурировать. Это очень важно. Практически мы, в принципе, мы очень следим за вот этими рейтингами, которые выпускаются. У нас у самих есть мнение о регионах. У нас есть практика приглашения губернаторов к нам в палату, и мы приглашаем компании послушать презентацию о регионе. Татарстан делал ее несколько раз. Мы очень рады, очень откликнулись вашей люди с большой охотой. И господин Мениханов делал прекрасные презентации. И мы приезжали в Алабугу. В общем, вот такая открытость на уровне главы региона – это очень важный фактор. Очень важный фактор. Потому что, в общем-то, если глава региона открыт и хочет видеть, и встречается с бизнесом, и приветствует их появление у себя в регионе, это значит, что и дальше на всех уровнях власти будет такое же отношение. Поэтому вот особенно в России за этим очень… То есть иностранцы, именно в России вот за этим иностранцы очень четко следят. Потому что у нас вот считается, что в России жесткая вертикаль власти, поэтому надо сначала посмотреть на голову, как ведет себя голова, и тогда можно себе как бы проецировать отношения вот всех остальных уровней. Когда вы начнете строить завод, вы будете работать со всеми министерствами, уже не с губернатором, будете работать с его людьми. И надо понимать, какое будет к вам отношение. Поэтому отношение губернатора к вам это большой показатель. Если мы говорим о регионах, то зачастую это взаимодействие с компаниями малого и среднего бизнеса. Какие меры, на ваш взгляд, могли бы помочь повысить интерес зарубежных инвесторов именно к компаниям малого и среднего бизнеса в России? Вы знаете, вот сколько я лет работаю в палате? Почти 16. Все 16 лет в России ведется разговор о том, что надо, надо что-то делать для улучшения среды, для развития малого и среднего бизнеса. Честно, правда, надо сказать, что многое сделано, и в плане налогового законодательства многое сделано. Мне кажется, основной барьер это административные барьеры, это основные проверки, на которые уходят много сил и денег. Предприниматель маленький не может позволить себе дорогого юриста, не может себе позволить дорогого бухгалтера, поэтому им очень сложно отбиться от назойливых проверяющих органов. Ну вот вроде бы были приняты недавно законы, ограничивающие количество проверок, но они не исключают внезапные, внеплановые проверки. Ну вот это все случается еще. Мне сложно говорить от имени российского бизнеса, потому что я не работаю с ними, да, но вот от имени американского бизнеса могу сказать, что мне кажется, что иностранному бизнесу в России даже легче живется, чем российскому, потому что к ним более бережные отношения, потому что иностранцы привыкли себя защищать, они могут, они ну юридически подкованные, они знают, куда обратиться. Российский малый бизнес, он, по-моему, наименее защищен и подвержен вот таким, каким-то, ну вот этому грузу этих проверок и отношение такое еще как, ну мне кажется, вот в России еще не созрела среда настоящая, которая бы позволяла вот процветать малому бизнесу, вот мы вот близко-близко, но еще не там, мое такое мнение речное, к сожалению. Как бы вы охарактеризовали инвестиционный климат в Республике Татарстан и его желание идти по инновационному пути развития? Мы знаем, что на это сейчас делается большой упор и большое внимание уделяется именно привлечению иностранного капитала для этих целей. Ну, это прекрасный вопрос, и я очень рада как бы ответить на него, потому что мы с Республикой Татарстан, как американская торговая палата, очень давно сотрудничаем. Несколько слагаемых успехов. Мудрость ваших руководителей, которые с самого начала оказывали политическую поддержку иностранным компаниям, это очень важно. Доступность их, они не не жалели времени для встреч с бизнесом, они очень грамотную политику проводили внутри республики для создания условий. Все уровни власти, насколько я помню, с кем бы мы только не встречались, они все были исключительно благожелательно настроены и оказывали всяческую поддержку нашим компаниям, нам, когда мы приезжали вместе с компаниями, они создали благоприятную законодательную среду, создали специальную экономическую зону, одну из первых, построили, что очень важно, всю инфраструктуру в этой специальной экономической зоне. Ведь есть некоторые зоны, которые стоят пустыми. Почему? Потому что люди, которые, на чьей территории она стоит, они как бы считают, что инвестор придет и сам все построят. Нет, ну вот, то есть за инвесторов надо бороться. И в Татарстане это поняли, сделали правильно, грамотно, быстро, оперативно, очень благожелательно. И это было видно, и это вас очень сильно отличало от всех других. Поэтому я вас с этим поздравляю. Всегда приятно переезжать в Казань. я в Алабуге была несколько раз, там наши компании тоже открывали свои производства, и мы говорим с ними постоянно, с теми, кто здесь работает. Я ни разу не слышала ни одного негативного или даже такого, знаете, ну, такого холодного отзыва. Все очень довольны, поэтому мои поздравления. Татьяна Николаевна, благодарю вас за ответы. Напомню, что сегодня мы беседовали с исполнительным вице-президентом Американской торговой палаты в России Рагузиной Татьяна Николаевна. До свидания.